Привет! Вы на техническом канале компании «АвтоСтронг-М». Здесь мы рассказываем все об УЗАПЧАСТЯК. Кстати, мы их и продаем, потому что компания «АвтоСтронг-М» – это одна из самых крупных разборок в Беларуси. Прямо сейчас мы разберем довольно-таки популярный дизель от Hyundai и Kia 2.9 CRDI. Корейский дизель 2.9 собственной разработки Kia и Hyundai выпускался с 2001 по 2014 год. Ставился он на Hyundai Taracan, Kia Carnival, а также на коммерческий грузовичок Kia Bonga. С 1999 по 2001 год двигатель 2.9 оснащался механическим топливным насосом Bosch. С 2001 года за впрыск топлива отвечала уже система Common Rail от Delphi. И 2.9 TD превратился в 2.9 CRDI. Топливная система от Delphi – это печаль и боль. Она очень капризная качество топлива и очень сложная в ремонте. Сегодня мы разбираем двигатель 2.9 CRDI, снятый с Kia Carnival 2001 года. Так как у нас двигатель с провернутыми вкладышами, а все навесное оборудование успешно снято и продано, но в «АвтоСтронг-М» есть все, и все это мы найдем на складе, поэтому это нам не помешает рассказать о всех его нюансах. Почти во всех случаях причиной того, что двигатель не заводится, является неполадки в топливной системе. Но о ТНВД и форсунках мы еще поговорим. Дело в том, что в топливных магистралях этого двигателя очень много быстроразъемных соединений, которые с годами теряют свою герметичность и возникает подсос воздуха. При этом двигатель начинает вести себя очень драматично, троить, не тянет, не заводится. ТНВД Delphi в таком случае может очень быстро выйти из строя и потянет за собой форсунки. Поэтому старые заводские быстроразъемные соединения лучше заменить на бензостойкие шланги диаметром 8 миллиметров и хорошие хомуты. Очень любопытная причина того, что очень морозным утром прогретый автономным отопителем двигатель 2.9 CRDI плохо заводится. Итроид может быть неправильная установка автономки, потому что ее надо ставить вместе с термореле, которое при температуре воздуха минус 5 градусов размыкает датчик температуры антифриза. И тогда электронный блок двигателя запускает его как сильнейший мороз и проблем тогда не будет. Электроника двигателя 2.9 CRDI очень продвинутая, и все проблемы можно найти в ходе диагностики. Если двигатель не развивает больше 3000 оборотов, значит он в аварийном режиме. Обычно диагностика покажет все причины. Это может быть как неисправность датчика массового расхода воздуха. То есть, если при заведенном двигателе мы достанем фишечку и поведение силового агрегата никак не изменится, то значит проблема в датчике. Также причиной аварии может быть неисправность датчика, установленного на топливной рампе, либо обрыва проводки к нему. В таком случае фиксируется ошибка давления в топливной рампе, низкого давления. Довольно распространенная проблема двигателя 2.9 CRDI диагностируется как ошибка цепи форсунок. В этом случае двигатель на ходу под нагрузкой переходит в аварийный режим, теряет мощность, перестает тянуть. В этом случае обнаруживается разрушение в изоляции косы форсунок, то есть возникает замыкание. В таком случае надо искать это замыкание, восстанавливать изоляцию. Очень редко, но и с электронным блоком двигателя 2.9 CRDI возникают проблемы, которые ремонтом не решить. В таком случае возникают хаотичные ошибки по обрыву проводки датчиков и форсунок. И если с проводкой все хорошо, то надо менять ЭБУ. До 2006 года на данном двигателе использовалась турбина IHI Ishiarajima Harima Heavy Industries. Эта турбина без управляемой геометрии, с перепускным клапаном. Катридж турбины смазывается маслом и охлаждается антифризом. Турбина надежная. Обычно при использовании нормального масла проблем с ней не возникает. Но были случаи, когда турбина гнала масло во впуск, двигатель работал на этом масле и уходил в разнос буквально за полминуты. Иногда можно заметить, что плавающие обороты или троение двигателя исчезают при нажатии тормоза. В этом случае надо менять так называемую лягушку, потому что она замыкает и эта лягушка передает информацию не только на стопы, но и в блок двигателя. И тогда мы слышим неправильную работу мотора. А лягушка это просто датчик положения педали. А сейчас мы вам расскажем про топливную систему Delphi, которая доставала людей настолько, что они просто вырезали весь Common Rail и ставили добротный старый механический насос Bosch. Механические форсунки и меняли электронную педаль газа на педаль газа с тросиком, только чтобы не сталкиваться с ремонтом Delphi. И да, такая переделка стоила дешевле, чем ремонт Delphi. Топливная система Delphi очень требовательна качеству топлива и обслуживания. Чуть что не так, насос сразу начинает гнать стружку, стружка попадает в форсунки, в бак и моментально приканчивает всю топливную систему за 20 километров. Delphi может просто выйти из строя из-за некачественной прокачки после замены топливного фильтра. Стружку можно обнаружить в фильтре, но точнее ее наличие можно обнаружить вот в этом регуляторе низкого давления. Если этот цилиндр потер, то скорее всего в системе стружка, но в данном случае у нас все в порядке, поэтому этот NWD ждет вас в автостронге. Стружку надо вымывать отовсюду. Даже рекомендуют устанавливать новую пробку заливной горловины бака, иначе оставшаяся стружка может прикончить вновь отремонтированную топливную систему. Форсунки Delphi очень чувствительны к качеству топлива и установки. Если при установке их не наполнит соляркой, то есть не прокачать их, то тогда при запуске двигателя они скорее всего могут заклинить, то есть заклинит управляющий клапан. Говорят, что на хорошем топливе эти форсунки проходят 150 тысяч километров, но затем начинают сильно сливать топливо в обратку, из-за чего двигатель начинает дымить, троить и плохо работает. Для устранения перелива достаточно поменять управляющий клапан, который сейчас широко предлагают китайцы. Но зачем вам китайцы, если в автостронге есть хорошие форсунки? Самое интересное с форсунками Delphi происходит после ремонта. Дело в том, что Delphi первые придумали корректировочный код. То есть после прогона форсунки на стенде, стенд выдает нам код, который мы должны прописать в блок управления. Вот это код, который присвоен к форсунке завода и прописывается в новый автомобиль. Но практика показывает, что если форсунка лечилась от перелива, то можно не использовать эти коды и поставить форсунку туда, откуда ее достали. Но если вдруг двигатель будет барахлить, то можно прописать вот эти старые заводские коды, и тогда форсунка должна заработать нормально. И еще одно но. Если в форсунке менялся распылитель, то, скорее всего, придется все-таки генерировать код. И лайфхак. Прописка вот этих заводских кодов по-новому сбрасывает старые хреновые адаптации. И если даже форсунка отремонтирована не очень, то блок двигателя может скорректировать ее работу. Ну что, теперь можно и двигатель разобрать. У Minivan Carnaval есть особенность. Дополнительная печка, установленная сзади. По днищу от двигателя к печке идут трубки, по которым циркулирует антифриз. Трубки могут перегнить, антифриз вытечь, и двигатель может перегреться. В этом случае чаще всего пробивает прокладку ГБЦ. Что можно сказать еще про надежность? При пробегах 300 тысяч километров на этом двигателе нередко устают и выходят из строя гидрокомпенсаторы. По ходу из всех 16 гидрокомпенсаторов вот этот вот начал уставать. На момент появления этот двигатель был довольно современный. Два распредвала, 16 клапанов, мощные роликовые рычаги, ну и гидрокомпенсаторы. Корейцы решили не заморачиваться цепью и в приводе ГРМ использовали ремень. Музыка. 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 На шейках и распредвалах ничего криминального мы не обнаружили. Продолжение следует... Напомним, что мотор у нас с провернутыми вкладышами и проворачивается он с трудом. Но по состоянию цилиндров у нас лысый хон, лысый хон, лысые цилиндры и лысый ведущий. Кроме того, в первый и четвертый цилиндр прилетело что-то металлическое. Продолжение следует... Одна цепь в этом моторе все же есть, и она с гидронатяжителем приводит в движение маслонасос. При больших пробегах маслонасос изнашивается, снижается его производительность. О чем говорит продолжительное горение индикатора давления масла после запуска двигателя. А вот это блок балансирных валов, который устанавливается только на Kia Carnival, но на Tarakane его нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот это улов! Поршень у нас вышел с гильзой. Напишите в комментариях, как вы думаете, почему такое могло произойти? Ну что, Паша, развалил мотор? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что можно сказать о состоянии поршней? Поршни у нас массивные. Нет, это не поршни. В смысле? Это не поршни? Это не поршни. А поршни у нас массивные. Обратите внимание на компрессионные кольца, на здоровое маслосъемное кольцо. Причем все кольца подвижные. Графитовое напыление практически не стерто. Паш, это же поршни. И шатунные вкладыши у нас тоже в полном порядке. Срочно разыскиваем задранный коренной вкладыш. Не потерт и не задран. Потерт, но не задран. Бинго! Задран и потерт. Потерт и не задран. По большому счету у нас все вкладыши пострадали. Походу диагноз этому мотору был поставлен неверно. И у нас просто изношенные вкладыши. Их не проворачивало, потому что коренные шейки коленвала визуально без задиров. Разборка закончена. По вашим просьбам мы снова разобрали очень популярный мотор и рассказали о его нюансах и недостатках. Если ты подпишешься на наш канал, то будешь знать о моторах все. Отвечаем. Поэтому подписывайтесь на наши соцсети, заходите на наш сайт. Покупайте у нас только хорошие запчасти. Смотрите наш мегапроект EBIT и CRUSHIN. И помните, что с вами была, есть и будет компания «АвтоСтронг».